ПЕСНЯ Во время Великого Поста изменяется богослужебная жизнь. Так по будням не совершается полная литургия, потому что это самое торжественное и радостное событие в богослужебном круге. Вместо нее совершается литургия прежде освященных даров, освященных в предшествующее воскресенье и хранящихся на престоле в алтаре для причащения в среду и пятницу. В среду и пятницу первой недели Великого Поста литургия прежде освященных даров в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский Ибердский Никодим в сослужении духовенства. Лишь малое время прошло с начала Великого Поста. Но вдруг уже почувствовали мы болезни и скорби тела нашего. Напомнило тело наше нам, насколько оно слабо, насколько немощно, насколько требует к себе трепетного отношения. И вот уже задаем мы вопрос, а что делать, а какие таблетки пить, а какие лекарства вкушать, а к какому врачу обратиться. Но в сей день Церковь говорит нам, обратись ко Господу Сидержителю, подателю всяческих благ. Вкуси Его плоти и крови, и придет тебе исцеление. И получишь крепость душевных и телесных сил, и приободришься, и будет тебе великий пост, как некая сладость духовная. А тело наше, исполненное Духа благодати, вновь вспомнит о своем призвании. А призвание наше одно – быть с Господом в раю. Именно ради этого в этот мир мы и пришли. И ради этого готовы пройти тяжкую земную долю, дабы обрести Царствие Небесное, жизнь вечную в Господе нашем, Иисусе Христе. Аминь. ПЕСНЯ 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 Торжество православия совершается в первую неделю, воскресенье, Великого Поста. Оно было установлено в Греции в IX веке в память окончательной победы над врагами православия, иконоборцами. Несколько лет назад группа паломников Новосибирской епархии побывала на греческом острове Корфу. В первую очередь паломники посетили кафедральный собор во имя святой царицы Феодоры. Она была женой императора, иконоборца Феофила, и тайно почитала иконы. Феодора всячески пыталась смирить своего мужа, и когда тот умер, первое, что она сделала, восстановила иконопочитание. Святая царица заставила иконоборцев взять по иконе и пройти с ними по улицам. С этих пор появилась традиция совершать крестные ходы с иконами. В память о восстановлении иконопочитания каждый год в первое воскресенье Великого Поста православные христиане празднуют торжество православия. Первое воскресенье Великого Поста 843 года было это торжественное богослужение в храме Святой Софии. И с тех пор стали этот день ежегодно особым образом отмечать. Постепенно сложился особый чин, состоящий из провозглашения анафем всем еретикам и вечной памяти всем тем, кто стоял за православную веру, с перечислением заблуждений еретиков и утверждений тех догматов, которые были приняты на Вселенских соборах. Можно сказать, что события торжества православия и последующие празднования каждый год на протяжении уже 1200 лет этого события, они как бы подводят итог эпохи Вселенских соборов. И поэтому это связано именно с этим. Синодик, так называемый, в день торжества православия, он менялся на протяжении времени. И в России он также менялся. Сначала был рукописный, затем различные печатные версии. Сейчас не перечисляются имена еретиков, но перечисляются имена православных ревнителей веры. И вот при чтении анафем лишь указываются эти ложные мнения. То есть, чего должен опасаться христианин, в какие ложные мнения он не должен впадать. Обращаясь к пастре, к собравшимся верующим в храмах, Скорее всего, священники, архиереи будут говорить о значении иконопочитания, наверное, о значении вообще святых икон. А ведь это очень важно и для нас, для русских людей, очень близко. Потому что, наверное, ни в одной из христианских стран не было явлено столько чудотворных икон, как в России. Одних богородичных чудотворных икон около тысячи, а есть и иные иконы, которые очень почитаются. Мы явили мир великолепных иконописцев. Все знают имена преподобного Андрея Рублева, Дионисия, Феофана Грека, Алипия первого нашего иконописца. И вот их творчество ставится искусствообедованием в один ряд с выдающимися художниками Запада. Но в то же время оно было иным. Оно, это творчество, звало людей прежде всего к Богу. Оно говорило больше не о человеке, а о том, как человек должен прийти к Богу. Поэтому, кстати говоря, можно говорить, что, например, преподобный Андрей Рублев, написавший «Святую Троицу», был одним из самых выдающихся миссионеров. Потому что через рассматривание этой иконы, сначала рассматривание, потом через молитву возле нее, очень многие люди пришли к Богу. Победой над иконоборцами, к христианам вернулась истинная вера в Христа Спасителя. Потому что почему возможно иконопочитание, почему вообще возможно изображение Господа Иисуса Христа, второй ипостаси Святой Троицы? Потому что Бог явился во плоти, потому что Бога люди видели, осязали, потому что Он пришел ради спасения. Песня «Святая Троицу» Песня «Святая Троицу» Спор о том, можно ли изображать Христа, Богородицу святых и молиться перед этими образами, длился почти полтора столетия и вылился в жестокие гонения и убийства иконопочитателей. В старейшем храме Новосибирска Вознесенском кафедриальном соборе по традиции проходят главные церковные торжества. Обращаясь к верующим, владыка Никодим отметил, что ощущение праздника не только в исторической борьбе суждений, но и в личной вере каждого. День Святаго Торжества Православия имеет историческое основание, когда были изгнаны вон те, кто способствовал ереси иконопорства, и когда вера православная в чистоте высияла пред народом, и народ Божий усердно прославлял Господа, Матерь Божию и святых угодников. Тогда анафему провозглашали отступникам веры. Многое лето и вечную память верным чадам Божиим. И это торжество поныне совершается в Церкви Божией. Но могут люди спросить, а что же вы торжествуете? Ведь с самого изначала христиане были гонимы, были мучимы, убиваемы, распинаемы. Гонение ведь это и в наши дни совершается различными способами. Но где же ваше торжество? Да, нас гонят, да, нас бьют, унижают, распинают и убивают. Но мы ученики Христовы. И именно поэтому гонением, биением, смерти ради Христа мы радуемся. И совершаем то, что невозможно понять этому миру. А ради своей веры готовы пожертвовать всем, даже собственной жизнью. Верность Христу мы свидетельствовали вместе с апостолами, идя вместе с ними и проповедуя. Верность Христу мы свидетельствовали вместе с первомучениками, исповедниками веры, которых сжигали и убивали. вместе с преподобными, благоверными, юродивыми ради Христа, мучениками и исповедниками мы свидетельствовали о своей вере. В 20-м веке о своей вере мы свидетельствовали тогда, когда человека, который дерзал назвать себя христианином, арестовали, пили, унижали, убивали. Тогда, когда наша земля обогрилась кровью мучеников и исповедников. вместе с ними мы свидетельствовали о своей вере. И сейчас, в нынешнее время, несмотря на то, что есть многие, кто веру церковь ненавидит, мы свидетельствуем о своей вере. Ибо православный христианин это сильный человек, сильный духом и верою, готовый принять любые скорби, гонения и мучения ради веры во Христа. Ибо так мы свидетельствуем, что мы есть Христовы ученики. И наследие наше не в этом мире, а в Царстве Небесном за Господом. И ради этого всегда Церковь терпела гонение, биение, распинание, убиение. Потому что там церковь торжествуемая, а здесь церковь воинствующая. Та, кто держит оборону против злобы мира всего. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с первым воскресным днем, днем недели торжества православия, который совершается в первый воскресный день Святой Четыридесятницы. Да будем гореть по вере о Христе Господе нашем. Да достигнем Царствия Небесного. Да прославим милостивого Господа и здесь на земле, и там в Царстве Небесном. Аминь. Здравствуйте, братья и сестры. С Великим Постом, с этим праздником души человека поздравляем вас. Ну, время ваших вопросов. Давайте вот попробуем на них ответить. Вот первый. Я 12 лет назад крестился, воцерковился, все эти годы считал себя православным. Недавно в одной православной телепередаче священник доказывал преимущество православия, для этого рассказал о других религиях. И тут я с удивлением понял, что я протестант. Теперь к вам такой вопрос, посещать ли мне православный храм. Вот тут и у меня рождается вопрос. Я сам растерялся. Позвольте, что значит крестился, воцерковился? Вы крестились в православной церкви или где-то в каком-то доме культуры, или в гараже, или где-то в каком-то тайном собрании каких-то братьев. Если вы крестились в церкви, в ней же вы церковлялись, то есть вы стали исповедоваться, пресчаться, жить церковной жизнью, но вы в православный храм ходили? Или вы, вот я знаю, что есть такие примеры, сталкивался с сектанты протестантского толка, мы православные, мы христиане, ну, просто обманывали людей в наглую. Есть такие секты, которые и христианские то не являются, а говорят, что мы христиане, ну, яговисты, например, запрещенные, к счастью, в России, ну, вообще не христиане, а называют себя таковыми. Поэтому вот тут беда, если вы попали в сети сектантов и думали, что вы православный человек, то можно ли вам ходить в православный храм? Да нужно, наверное, нужно же истину познать-то, а не какие-то заблуждения. Или вы все-таки крестились в православной церкви и были православными человеками, страшного, нужно разобраться все-таки в вере, потому что действительно очень часто у нас слишком много информации кругом. И не всегда эта информация истинная, поэтому вы разберитесь, а в православном храме не просто посещать, нужно жить в церкви, потому что единственная дорога в Царство Небесное через церковь, Господь ее основал на земле, и мы, русская православная церковь приняла от Константинополя в свое время, от Великой Византийской Православной Империи веру, еще до всяческих разделений не было никакой иной религии христианской, кроме православия. И мы приняли ее при князе Владимире, когда церковь была не повреждена, это потом, позже, отделяются от нас католики, а католики начали дробиться на протестантские общины, так это их проблемы, но их проблемы нашими они не являются, мы как были православными, так и остались на протяжении более тысячи лет. Поэтому единственная дорога в Царство Небесное все-таки через церковь православную, поэтому приходите, конечно же, нисколько не смущайтесь, но надо разобраться с вашим, где вы были крещены, вот первый это мой вопрос, все-таки разобраться-то, православная церковь или нет. Придите в церковь, поговорите с священником, и все это предметно сможем с вами разъяснить. Следующий вопрос. Прошу объяснить мне, принимает ли русская православная церковь прославление преподобного Иоанна Валаамского финской православной церкви при обретении его мощей 18-го и 19-го года, можно ли его считать и нам святым. Да, многие поместные церкви, другие православные церкви, канонизируют тех или иных людей, почему нет? Никаких проблем тут в этом смысле нет, там что же люди-то православные, грамотные. Есть местно чтимые святые, почитаемые в отдельной епархии, потом они становятся святыми всей полноты поместной церкви, потом принимаются всей полнотой церкви, ничего страшного, откройте наш календарь, какие только святых нет, и сирийские, и арабские, и грузинские, никаких приегипетских, там проблем нет никаких. Даже английские святые, когда церковь была еще единой, до разделения, отделения католиков, протестантов, поэтому никаких проблем нет, это действительно проославные церкви, канонизированные, совершенно официально, да, конститутским патриархатам, никаких проблем в этом смысле быть не должно, пожалуйста, если вы этого батюшку знаете, почитаете, хотите ему молиться, проблем в этом смысле быть не должно. еще вопрос, какие иконы должны быть в доме, обязательно ли нужно освещать дом, что это дает живущий в нем? Ну, иконы, как минимум, да, должны быть пара икон, спаситель, Божия Матерь, да, очень часто в доме располагаются святые, иконы тех святых, которых наиболее почитаются вот в этой семье, своих святых, имена, которых мы носим, прежде всего, да, у многих народов, например, такая традиция семейного святого, вот родоначальник с этой семьи, далекие времена, сто тысяч лет назад, вот как-то был, вот может быть носил это имя этого святого или получал от него помощь в каких-то ситуациях, и вот этот святой становится одним из любимейших святых этой семьи, вот эта икона находится, поэтому, какие иконы? Ну, как минимум, спасители Божией Матери, а дальше наполняйте ее теми иконами, которые по тем временным обстоятельствам вот как-то легли к вам на сердце и нужны вам, а освещается, мы все должны освещать, и дома, и предмет, которым пользуемся, чтобы они служили к спасению нашей душе, а то бывают часто предметы материальные, для нас гораздо более важные, чем духовные какие-то радости, поэтому освещать нужно дом, чтобы там была благодать Божия, чтобы ангелы Божии хранили семью, но освещается не только фактом пришествия священника, но и вашей дальнейшей молитвой перед теми иконами, которые в вашем доме должны находиться. Вот еще вопрос, кому и как молиться? О детях. О детях, конечно, особым образом мы молимся Божьей Матери. Нужно обязательно молиться святым, имена которых носят ваши дети. В разных обстоятельствах, скажем, вот часто очень, а неудобно учащихся, молятся, например, Сергею Радонежскому, который тоже в юности своей не блистал успехами, потом, поцелованный благодатью Божией, получивший благословение от Бога, стал великим, великим стал, конечно, старцем его на всей русской земле. Поэтому обстоятельства различные могут быть. Вы возьмите молитвословы. Вот есть хорошие молитвословы в наших храмах, вот такие большие, толстые молитвословы, удивительнейшие молитвы, в том числе и о детях своих. Так что молиться и Христу, и Божьей Матери, и святым, имена которых носят наши дети. И вот еще один удивительный вопрос. Почему нельзя читать произведения Джека Лондона, Стивейга, Сергея Есенина, Льва Толстого, Нернце Хемингуэра, а также книги по психологии? Я не знаю, почему нельзя читать. Я читаю. И другие люди читают. Почему нет на здоровье? Правда, не все из творчества Льва Николаевича Толстого нужно читать. Можно-то все. Вот нужно ли? Вот это другой вопрос. Вы вопрос поставьте правильный. А нужно ли? Ведь есть та литература, которая помогает человеку. Ведь не всегда мы способны воспринять глубокие богословские мысли. Бывают человеку, ну, какие-то житейские простые вещи, примеры, и вдруг пробьет. Поэтому почему нельзя читать замечательное произведение художественной литературы, если они написаны вот в евангельском контексте, в этой тематике евангельской. А бывает ведь наши писатели, многие бунтуют против Бога, и наши творцы делают все, чтобы разрушить то великое достояние духовности, культуры, православной, христианской культуры, которую они-то вот хотят вытоптать здесь у нас на земле. Поэтому действительно с творчеством нужно быть осторожным. Так что смотрите, что читать? Вопрос главный. Для чего вы это делаете? Просто для развлечения? Либо для примера от твердости духа до обретения веры, любви? Почему нет? Читайте, только разумеете, что вы читаете. И зачем? То же самое книги по психологии. Психология, душеведение, ну, почитайте Добротолюбие, почитайте Отечник, почитайте Житие святых. Это все книги по психологии, по душеведению, читайте. Есть и православные психологи, а есть и психологи, которые как паразитически просто пользуются православной аскетикой, не зная ее. Души-то не ведают и не верят в бессмертие души, а однако что-то там такое пытаются разобраться. Поэтому поаккуратнее с этими книгами, а то заведут вас туда, куда авторы сами и может и не хотели бы завести. Давайте обратимся к Ищению Иванова с пролоком церкви. в эту первую неделю Великого Поста, торжество православия называется этот день и довольно такое необычное евангельское чтение. Первая глава Евангелия от Иоанна. Иисус хотел идти в Галилею и приходит и находит Филиппа и говорит ему иди за мной. Филипп и был из Вифаиды и из одного города с Мандреем и Петром Филипп находит Нафанайл и говорит ему мы нашли того о котором говорил писал Моисей в законе и пророке Иисуса сына Иосифа из Назарета. Ну Нафанайл сказал а из Назарета может ли что быть доброе? Филипп говорит ему пойди и посмотри. Иисус увидев идущий к ним Нафанайл и говорит вот подлинный израильтянин в котором нет лукавства. Нафанайл говорит почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ прежде нежели позвал тебя Филипп когда ты был подсмоковницей я видел тебя. Нафанайл отвечает ему рови ты сын Божий ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ ты веришь потому что я сказал тебе видел тебя подсмоковницей увидишь больше всего. И говорит ему истинно говорю вам отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божих нисходящих и нисходящих сыну человеческому. Удивительная вещь просто совершенно непонятная некий Нафанайл его зовут поди посмотри на сына Божьего да из Назарета может ли что быть доброе в том смысле что должен родиться ведь сын Божий мессия должен прийти не из Назарета а он должен родиться совсем в другом городе где родился Христос но он то об этом не знает. И он говорит да нет не может быть чтобы из Назарета пришел спаситель мира ну пойди посмотри и когда Господь говорит я видел тебя под смоковницей раньше даже чем позвал тебя Филипп что там было под смоковницей это их тайна мы не знаем что там было с какими мольбами обращался Нафанайл к Богу там под смоковницей и Бог услышал его молитвы и сейчас беседует с ним почему и падает придет на колени ты сын Божий ты царь Израилев Господь говорит родного еще не то увидишь будете ангелов божих видеть нисходящих восходящих нисходящих к сыну человеческому и вот мир Торжества Православия этот отрывочек нам предлагается Евангелие чтобы мы поняли что есть тайны скрытые но если будем искренне истинно молиться Богу и просить нам эти тайны открыть они будут открыты мы увидим ангелов нисходящих к нам и сможем сами вознести с Царства Небесного Торжества Православия в том что открыто для нас в Царстве Небесном нам бы только это осознать ведь мы-то часто живем в плену вот сегодня сиюминутных забот подумай небо открыто перед тобой Сын Божий пришел к тебе Торжество Православия в том что большинство людей православных да нет большинство к сожалению никогда не бывает вот в этом смысле горящим верой бывает большинство людей живут жуем хлеб жуем как говорит саркастическая русская поговорка Торжество то в том что открыто для нас возможность спасения нам бы только прийти туда вот как этот на фонаре который не хотел сначала да зачем туда идти а потом пошел и убедился в этой радости пришествия в мир спасителя нам бы в этом убедиться пусть Великий Пост станет для нас этой дорогой в Царство Небесное обретение веры покаяния и спасения своей души ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904 помоги Господь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok